Тимпик Радиант Тимпик Нага Сирен Радиант Тимпик Дисруптор Так, ну и что ж, продолжаем нас смотреть Вторую игру этой серии было 3, между Раас и Five Anchors No Captain Это про серию Старладера, если кто не знает и комментирует на вас Ауткаст, все так же, как и в предыдущем, в принципе, 4 игры Забанена у нас в этот раз Сенкинг, Найт Сталкер и Эликонтроп А со стороны Five Anchors No Captain Забанена Энчантра, Стинни и Пак Тоже забанена, или забанена, как вам угодно, на самом деле Никто не знает пол этого существа Нагу Сирену в этот раз пропустили через первую стадию банов И Five Anchors No Captain Взяли эту ногу Сирену вместе с Пугной Снова, как в прошлой игре Правда, там был Раас и Пугна В этот раз Раас и Пугна, мы видим, забанели Поскольку принес им достаточно уверенную победу Но и не хотят разыграть два раза против одного и того же И забанели, поэтому они еще Хаус Найт и Террор Глейдер В то же время, как Five Anchors No Captain Сейчас думают на своим пятым банном И уже прибанены Никс Ассасином Раз взяли себе Дизераптора и Таска В принципе, дефолтная связка суппортов Five Anchors No Captain Закончили такую вторую стадию банном на Лайфстиллера Возможно, собираются каких-то еще стрэнжевых коров брать То есть с атрибутом силы В первую очередь И неприятно за таких героев Как мы знаем, играть против Лайфстиллера Ну, или кого-то Опирается, в принципе, на прокаст какой-то Тоже неприятно Поскольку Лайфстиллера вмонтированная БКБ, скажем так Ну, так-то вперед Впрочем, он и против Пугны с Нагой Сирены Достаточно неприятен Поскольку, если он активирует рейч до Слипа Наги Сирены То он будет всех есть Несмотря на то, что Нага Сирена развертелась Ну, и Пугна не может его дезейбрить С помощью своего скилла Который декрепифай Поскольку он его сбрасывает Добирает себе умни-найт раз И этот умни-найт пойдет, скорее всего, в сложную линию у нас В то время как Нага Сирена, скорее всего, будет занимать четвертую позицию А Пугна пойдет в мид Так что осталось взять еще Суппорта пятерочку Как мы знаем, Файвенкерс, но у Кэптен вообще любят начинать драфт С более важных, что ли, героев А потом уже во второй стазии брать себе Суппорта в Шедоу Шамана набрали они в этот раз Ну вот, забанили Лекантропа Но не забанили Шедоу Шамана Поэтому именно этот герой у нас и взят Как раз не хватало пятерочки ребятам Ну, связка суппорта в Шедоу Шамана Нага Сирена выглядит весьма неплохо Шедоу Шаман также может помогать Пугни пушить очень быстро Что самое важное Осталось добрать только какого-то версативного кор-героя Который может присоединяться к вашим дракам И, собственно, фармить карту в то же время достаточно быстро Ну и вот так вот продвигаться Как и на прошлой карте Может нам Файвенкерс, но у Кэптен снова покажут Вынос за 25 минут вперед ногами Потому что в прошлой карте это было именно так Правда, пару раз они закинули, конечно же Но в целом и общем Каждый их заход на хайграунд был удачен Прошло уже достаточно много резервного времени для Раас Определяются они со своим четвертым героем Мне немного садится голос Уже к пятой карте этого игрового дня Возможно, будет еще шестая Тогда вы меня вообще полностью охрипшим услышите Хотел сказать Надеемся, что этого не произойдет Но нет, нет, нет Я не могу проявлять никаких эмоций По отношению к этим командам Ну и, конечно же, на самом-то деле Мне действительно все равно будет еще одна карта Или нет Я, в принципе, всегда готов для вас покомментировать Немного Доты 2 Раз уж очень долго думать над своим четвертым персонажем Казалось бы, что после первой игры Они уже разогнались И должны выбирать героев побыстрее Но не тут-то было Раз Очень рассудительный И просто Очень долго думать надо всем Дас профит взяли они себе Захотели заденайзть, возможно, дас профит Для файвэнкерсного капли Но, скорее всего, файвэнкер Ант ее бы и не брали Поскольку у них уже есть Пагна Которая любит ходить в Мидлейк Мы знаем Ну, они решили отвечать пушем на пуш, возможно Ну, если там при пушем, он не найд Хороший герой Дас профит достаточно неплохой герой Дас раптор и таск в любой ситуации Полезные персонажи, поэтому Тут можно даже не обсуждать Понятно, что они при пушем будут полезны Манкикинга берут себя Файвэнкерсного каптана Ну и То, что я говорил Очень быстро Фармящий герой Потенциально Герой версатильный Который может приходить И помогать своей команде Никогда не АФК фармит И так далее Именно так у нас будут играть Фины в этот раз Кстати, про финнов На этот матч у нас есть еще параллельная трансляция Комментирует ее кто-то по-фински Соответственно Если я ошибаюсь Вич.тв Слэш Не скажу Не помню на самом-то деле Ну, в общем, если поищите То найдете Может вам интересно было когда-то Как звучит финский язык Вот вы и узнаете Ну, а раз Добанивает пока что Шестого персонажа Им оказывается Брюмастер Действительно Файвенкерс Нау Кэптен Не хватает сейчас Именно хардлайнера Поэтому этого героя Раз и убирают Ну и Файвенкерс Теперь Нужно самим запретить Последнего героя Будет это Керес Какой-то, скорее всего Возможно, стоило бы Запретить, например Гирокоптера Или запретить Того же Фантом Лайнера Хотя против Фантом Лайнера Как мы узнали Им не страшно играть А узнали мы это По прошлой карте Собственно, там Где Фантом Лайнер По итогу За игру Вообще ничего не сделал В то время Как их-то Кири Ввидели Контропа Да, действительно Запретили они Гирокоптера И будут Думать Какой Хардлайнер Подойдет Возможно Какой-то Тайтхантер Подошел бы Для того, чтобы Просто у них был Фронт Скажем так Тайтхантер Шел впереди И Станился Хрэвиджем Теоретически Ну или хотя бы Впитывал урон Кстати, под Рэвыч У них неплохо Тут все смотрится Манки Кинокс Его кольцом Пугна Может давать прокаст Многоселена Может ловить кого-то Если Вне позиции Будут противники И Тайтхантер Может потом Инициировать С Рэвычем Под эту песню Собственно Так что Мне очень нравится Тайтхантер В данной ситуации А они возьмут Легион Командершу Ну конечно же В первой карте Она заехала Как нельзя Кстати С Армлетом Шидоу Блейдом И даже Под конец Убивала В соло Вражеских Кор-героев Когда те Загуляли Где-то Ну и поэтому Решили Повторить свой успех Правда На этот раз У них нет Тускара Чтобы помочь Легионке Инициировать Так что Легионке Придется полагаться На свои собственные Способности Ну правда Конечно есть Нага Сирена Которая песни Теоретически Может подцепить Под дуэль Но это как-то Какая-то Странная Комбинация Достаточно Должно сказать Поэтому Вполне возможно Увидим мы ЛЦ в этой карте С блингдаггером Таким Для того Чтобы самостоятельно Инициировать Ну и заканчивается Уже практически Дезированное время У нас для рас И думают Они над последним Своим персонажем Вот только решились И им Оказался Рейскинг Увидели мы Уже сегодня Одного Рейскинга В исполнении Бернин Фаер И там Рейскинг Был очень лютый И опасный Посмотрим Получится ли Повторить Успех Украинцев В команде Раз Ну что ж Разобрали уже Ребята Своих персонажей Должна Начинаться Игра Если так подумать Забаунтирован И может воевать И та И другая Команда Но наверное Все же Чуть лучше Будет война На рунах Уфа и Венк Разноу Кептейн Хотя Хотя нет Нет Забудьте о том Что я говорил Конечно же Лучше будет раз Но Манкикинг Сбил меня С толку Поскольку Он действительно Очень хорош В начальных Драках Но все-таки Легионка Ничего не предоставляет И Мага Сирены Не самый успешный Герой Для начала Вот именно На первом Левеле Для войны На Бамо Терруна Что же Начинается У нас игра Нам время Немного Настроить Стрим Возможно Так Ну и что же Смотрим Затем Как Ребята Расходятся По линиям На Немного Технические Трудности Прошу Простить За это Но ничего Страшного Так Вроде как Пропуска кадров Ничего Такого Страшного Нет Поэтому В порядке Манкикинг Перевоплотился В Курьера Кстати Курьер у них Дефолтный Что весьма забавно Учитывая Что игроки Уже опытные У всех Там по 15 тысяч Часов Доти 2 Но как-то так Получилось Что дефолтный Курьер А возможно Это такая Фишка На самом-то деле Дефолтный Курьер Ну и что же Очень далеко Зашел Манкикинг Вместе с Легионкомандрушей Загнали Прямо Вражеских Суппортов Тут На свою Сторону Карты Но Не способны Наверное Все-таки Совершить Убийство Здесь Какое-то Ну и на Легионке Тоже Вряд ли Получится Сделать Ферстблат Просто Расходится Ребята Манкикинг Попытается Думаю Забрать Баунсируем Вражескую И у него Это получится Поскольку Никакой Конкуренции Ему Вместе Не окажет Но в то же Время И Деспрофит Забирает Тоже Две Вражеские Точнее Одну Вражескую Баунсируем Раду Свою Подблочивает Тут Никто Не подблочивает Два Уволены Уволены Суппорты Команды Раз Не подблочили Ну Вот тут Он пришел Правда Уже Тускар И помог Своими шардами Что действительно Неплохо Оказала Помощь Деспрофит Передвинула Линию В ее сторону Сейчас Она еще Занинает Крипа За счет Того Что Переагрила Вражеских И в принципе Баланс Будет Восстановлен 3 на 3 Теперь уже И пушит Далант Пугна Получается А нет Нет Пушит Все равно Деспрофит Ладно Наврал Но все еще Лучше Чем могло Быть На тупе У нас пока что Пытается Размять Омни Найтов Нага сирена Не то чтобы Слишком успешно Получается Находят Манки Кинга Манки Кинг Работает И набирает Такие Три стака Четыре стака Вернее И теперь Очень больно Бьет по Зускару Совершает Благодаря этому Ферстблат Паскид Конечно же Делаешь Но шаман И мы видим Весьма Интересную вещь По моему У нас Кири Нага сирена И Супорки Я что Чего не понимаю Нет Просто Так распределились В определенный момент Что показалось Что у них Кири Нага сирена И суппорт Манки Кинг Но нет Все таки Нага сирена Будет заниматься Отвлечением А Манки Кинг Будет заниматься Убиением Крипов Пугночка Тем временем У нас себя чувствует Весьма неплохо 6 на 3 У нее Крипстат Имеется В то время Как у Деспрофит 3 на 1 Да и в целом Пугна Смотрится В мидлейне Гораздо Увереннее Чем Деспрофит Как герой Так что Я думаю Тут она должна Выиграть Паски там В общем и целом Нага сирена Теряет Больше половины Здоровья Тут Но Ничего страшного Сейчас у нее Еще есть Тангусы Да и реген Здоровья У нее базовая Мы видим 3,5 Ловит Тут Правда Умни На это Набивает Стаки Наем Манки Кинг У него Получается Это сделать Совершает Еще один Фраг Ребята На топе Снова Ласки Получает Шадушаман Что не идеально Хотелось бы Все-таки Что Манки Кинг Забирал Килы Пугна Даже Не поднимает Инвиз Кстати Что Весьма Забавно Ведьма Сычком Боялся Что Тускар Ее отрежет Как-то Если она Попытается Там Встать И забрать Эту руну Ну А Тускар То сам Забрал Эту руну Теперь Нужно Не понимать Что здесь Может быть Невидный Суппорт Но Видимо Тобсон Не догадался Вовремя И теперь Погибнет Скорее всего Хотя Нет Фласочка Еще Живет Ой 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 А зачем Развернулся Только Что Пугна Я Практически Уверен Что Он Зашел За Вот Эту Ёлку Он Был Уже Безопасности Но Но Развернулся И решил Дать Бласт Поэтому Не получилось Уйти По итогу Еще И потратил Фласку Кучу Времени Не Очень Приятно Для Пугны Этот Играл Легион Здесь Могут Убить Правда Рейским Вместе С Дезераптором Пока Что Погибает Сам Дезераптор Дальше Идет Стан По Легион Кину Умирает Последнего Тихо Первого Скила Дезераптора Отгораживает Тускар От ее Базы Нага Сирена Но Нага Сирена Уходит Получается У нее Все Таким Миновать Ребят Сто С помощью Того Что Вы Дерево Вовремя Ну И Пута Проложает Выигрывать Свою Медовую Линию Все Вернулось К тому Как Оно Было До Того Как Пришел Сюда Инвиз Тускар И Линия Блин На самом Деле Чуть Умерла Только Что Нас Профит Но У нее Конечно Было Еще Фейри Файер И Были Еще Стики Поэтому Выживала По-любому Забавно Как Играет Дезераптор Все Дезпрофит А 15 на 6 Имеется Упуган И Что Говорит О том Что Неплохо В принципе Вернулась Дезпрофит Благодаря Гангу Тускара Тут Война За Ригенку Происходит Время Килл Другой Части Карты На Умни Найте Но Нет Вряд ли Вряд ли Все таки Пуган Здесь Сможет Убить Кого Реба И Умни Найт Погиб В очередной Раз От Манки Кинга Но В этот Раз Манки Кинг Таки Смог Добить Этого Героя И Отдать Пексу В очередной Раз В Праг Сделал Его Кстати Киндс Прим Пугни Тут Присосались Катится Так же Сюда И Тускар И Должна Погибать Пугна Пугна Погибает Держит Шадоу Шаман Без Профит Но Вряд ли Что Получится Ей Сделать Даже С помощью Ноги Сирены Кто Там Есть Телепорт Пугни Есть Телепорт Пугни Поэтому Будет Она Возвращаться Достаточно Быстро Ну И Уже Две Смерти Дэбид Лейдера Кавады Фор Анкер Кэптейн Уловит Тускар Здесь Сирена Но Не Получается Так Как Она Хотела И По итогу Отправляется В Таверну Именно Ана Ну А Вот Тускар Уже Расправиться Не Получится Угна По итогу Еще Один Фраг Отдан Командой В Ренк Разнов Кэптейн 4-4 Пока Что Статистика У нас Таким Образом Получается Меньше Чем Одну Тысячу Лидирует Ребята Из Раз Здесь Ренк Разнов Кэптейн Необходимо Как-то Возвращать Преимущество Своей Руки Для того Чтобы Комфортно Себя Чувствовать На Хватает Рейскинга Хотят Убить До того Как он Получит Шестой Уровень Но Не Получается Этого Сделать И Шестой Уровень Действительно Очень Скоро Сейчас Убьются Эти Крипы И Может Погибнуть Рейскинг И Воскреснуть Сразу Добивает Здесь Легион Очень Мало Здоровья Буквально Одного Крипа Не хватает Но Все Таки Умер Рейскинг До Как он Получил Утимативная Способность И Это Явно Праздник Для команды Франкер Сноу Кептейн По итогу Размена Легион Канар Рейскинга Это Весьма Даже И Неплохо Когда Забрал Тут Жучар От Туск Вражескую Балансерону Под Хостой Пугна Пытается Терроризировать Дес Профит Но Еще Не Получится Не Получится Это Сделать Благодаря Тому Что Благодаря Мана На самом деле На этой Хосте Как-то Зайти Поближе Дес Профит Присосаться К ней Ультой И Все Дес Профит Уже Никуда Не Уходила План Рейскинг Будет Сыграть У нас Мидас Семен Увидим 33 Добивания У него Имеется Также Имеется Стики И ПТ Уже Шестой Он Наконец Получил И Заган Будет Посложнее Станет Он Здесь На Сирену Отрезают Ее От Ее Команды И Должна Нага Сирена Погибать Еще Не Использовался Сноубол Тускар Переиспользуется И Нага Сирена Отправляется В Товер Дальше Уже Продолжать Там Явно Нечему Раз Ну и Вроде Как Все Начинается Гораздо Более Ровненько По сравнению С Предыдущей Игрой Раз Теперь Дают Отпор Тускар Отгораживает Снова Пугну Нет Не Получается Но Снова Ее Будут Убивать Скорее Всего Это Уже Третья Смерть Для Этого Героя Ну и Когда Твой Медер Погибает Три Раза Имеет Тридцать Добивание По сравнению А ну Там Тридцать Тридцать Два В принципе До Пластки Не Отстает Но Все Таки Три Раза Умерла Пугна Это Очень Неприятно Имеется У нее Два Мол Толесмана Также Имеется Капли Истики И Тапок Но Это Явно Не Вейл На Десятой Минуте Будет Так Ну и Вернули Тут Легион Командер Глимсом И Убивает И Достаточно Быстренько И Пугай Также У нас Уминает Очередливо Раз От Манкетинга Не Перефидеть Бы Так Вот Этого Манкетинга Кстати Раз Сейчас Ведут Уже На Тысячу Золотов Но Все Таки Можно Доиграться Что Манкетинга Может быть Очень Опасен В Хороших Руках Я Не Сомневаюсь Что Сейчас Находится В Хороших Руках И С Хорошими Предметами Ну что Дес Профит Должны Здесь Ликвидировать Достаточно Быстро Мне Кажется Хотя Нет Он Не Помогает И Выжить И Шадо Шамана Ликвидирует Ноги Сирени Необходимо Было Уходить Побыстрее Пускай Тоже Не Получилось Никогда Бить Поэтому Раз Выигрывает Очередной Размен Возвращает Манкетинга Здесь Дезраптор Легион Командерши Здесь Тоже Никуда Не уходит По-моему Хотя Имеется Еще Десять Стиков Будет Еще Воевать Свою Жизненно Ловит Правда Очередной Стан От Рейскинга Но Не Добивают Ее И Наверное Все Таки Уйдет Уйдет Неван Командов А вот Дезраптор Погибнет Таск Догоняет Нас ЛЦ И Добивает Правда Поплатится За это Свою Жизнь Скорее Всего Имеется У нас Так же 15 Стиков Еще Перерождение У Рейскинга Нужно Это Учитывать Потому Что Иначе Иначе Убить Его Два Раза Что Не знаю Сложно Будет Его Два Раза Убить Нет Маны Просто Ни Сирены Ни Шамана Поэтому Ладно Тавр Прилетает Пугна Но Ее Сразу Возвращают На Фонтан Точно Не На Фонтан В Мидлейн Ну Не Так Хорошо Получилось Как Хотелось Теперь Просто Подпушивает В Мидлейне Пугна Можно Переключаться Уже На Творцы Думаю По итогу Десяти минут Манкикинг У нас Оказался Первым Вместе С Роскингом Они ведут Эти чарты Дальше У нас Идет Дас Профит И Пугна Пугна Всего Немножко Отстает От Дас Профит Что В принципе Особо Наверное Не скажется На Творцы Но Скажется На Творцы Ее Три Смерти В то Время Как Три Три Творцы 4780 У Манкикинга Да Нужно Еще Учитывать Что У него Два Убийства А у Рискинга Одна Смерть 5 Ассистов Как Бо Зарасит Не так Много Дают Ну и Поэтому Манкикинг Ведет Здесь Тускар Будет Еще Раз Закатываться Скорее В Кугну Должна Здесь Погибать Также Подставил Немного Сирену Немного Сирену Тоже Отсюда Не ведет Поскольку Вышел Дезраптор Ей в спину И закрыл Ее В кальция Вот так Вот Снова Погибают Ребята У нас В медлейне И под Экзорцизмом Нужно Дальше Реализовывать Его И кушать И один Тавер Но мы Понимаем Что Уже Не хватит Делительности Экзорцизма Для этого Поэтому Так Немного Подобьет Но Главное Отрегенивать Дальше Может Ручками Подпошивать Выходит Шадоу Шаман В спину Умни Найта Он его держит И в принципе Манки Кинг Получает Еще одно Убийство Скорее всего Хотя вот Замедление От Умни Найта Достаточно Ой-ой-ой-ой Отменил Анимацию Сам себе Манки Кинг И поэтому Не смог Допить Умни Найта Очень обидно Наверняка Шадоу Шаман Пытается сделать Телепортацию И не получается Слишком быстро Рейс Кинг Поражал стан Как только Получил Вижен На Шадоу Шамана И по итогу Шадоу Шаман Направляется В Таверну Вместо Умни Найта Который должен был Вроде как Погибать Так Ну и что ж Снова возвращается Пугна Вместе с Нагой В мед Неизвестно Получится ли У них Что-либо Здесь сделать Конечно же Очень быстро Переключается Как правило Дезераптор Вместе с Умни на этом На мид Как только Деспрофит Пытаются атаковать Поэтому наверное И не будет пытаться Собственно выходить Никто На этот Деспрофит Пугна уже Докупила Наконец И себе Вайлов Дескорд На 1300 Золото Отстает По Нетворцу От Деспрофит Деспрофит Кстати есть Худ Она вообще Достаточно Жирная С двумя Молталисманами И худом Пытается Пробить Рейс Кинга Но в Рейс Кинге Репел Но все-таки Набивает свои стаки Манки Кинг Дальше идет Кастульта Просто вот Ноги Сирены Нужно уходить По-моему Но они не собираются Уходить И Манки Кинг Будет прожимать Палку Очень хорошо От Лайпстилилса По-троим Пошла палка Потрясающее На самом-то деле Исполнение Здесь От Порэнкор Но Кэптейн Должны добивать Они по-любому Рейс Кинга Но это пока что Только перерождение Ну Пожертвовать Нет Не уходит Поугнать И Манки Кинг Так же возвращается На Манки Кинг Возможно Получится у него Сделать убийство На Рейс Кинге Действительно так и получается И дальше нужно размять До того как она убьет Хотел сказать Шадо Шамана Но она уже убила И хотя бы добить ее Хотя бы добить Имеется уже прыжок Еще раз Если захочет Нет Нет Понимает Что пришел Тускар Что пришел Он не знает Что пришли все И будут помогать Дес Профит здесь Поэтому не стал Дайвить Правильно сделал Манки Кинг Но исполнение было Действительно очень красивое С этим слипом Они пережидали Ульту Дезераптора Зашел за дерево Манки Кинг Так чтобы ему Так чтобы его Не успели Задизейблить Но в то же время Он то успел Кинуть палку По троим И от лайфстилляться На фул хп Да Действительно Красивый Игровой момент Получился Ну и Манки Кинг У нас тем временем Становится зеленым Получая 12 уровень Прыскинга тоже Уровень 12 Есть также и армлеты 1400 золота сверху Будет он работать Над радианцем Для себя Шадо шамана Получится догнать Убить? Нет Уже Рискинг понимает Что слишком далеко Они заходят Правда Он на это Тут все равно Ловит и убивает А вот Пугнут Тоже в ответочку Убивает Ну и дальше Осталось только Работать по Рискингу Но у Рискинга Еще нету Перерождения Поэтому действительно Можно его здесь Забрать Без каких-либо проблем Элт с этим временем Дуэль от Тускара Не выигрывает Дуэль Но Тускара Со мной возможно Получается Дубить Нет Не получается Добить Тускара И приходит сюда Под экзорцизмом Не добиваю Такие тут Треплкил уже Для Манкикинга Тем временем Под экзорцизмом Дез Профит Пытается Кого-либо догнать Но не получается Ну и вот так вот Развернулась У нас Это драка 2000 По итогу Это ее Игровой Стычки Выигрывают Раз Ну афора Энкорс Нужно Точнее 5 Энкорс Нужно Как-то Сосредоточиться И возможно Показать нам То что они Показывали В первой карте Манкикинг Докупает себе Баттлфури Теперь еще быстрее Сможет фармить Он и так В принципе На топ-1 Нетворца Есть Но Так будет Еще больше Золота Еще быстрее Набирать Он обороты Будет Мы видим 7800 В то время Как у 6800 У Дез Профит И Дез Профит Не будет Быстро фармить Это значит То что Манкикинг Будет идти С отрывом В несколько тысяч В ближайшем Будущем Если Он не начнет Умирать А умирать Он вряд ли Нужно докупить Ему правда БКБ В скором времени Убивают Тут пугну Возвращая ее На ультимой Дез Раптора И так же Хотят Что-то сделать С регионом Командершей Есть чем сбить Прилетает Дес Профит Юлон Сбивает Телефорт Отправляется Регион Командер Таверны Но в другой части Карты В тем времене Манкикинг Вместе с Нагой Сиреной Убили Такие Рейскинга Ну а Нага Сирена Уже имеет Практически На самом Поделе Метеорхэммер Сто крипов Набивается По Манкикинг И скоро Даже доберется До отметки В 10 тысяч Общей ценности В то время Как Рейскинг Очень сильно Отстает Сейчас На 3000 На 16 минуте Отставать От вражеского Керри Это неприятно Но это В первую очередь Говорит не о том Что Рейскинг Очень бедный А о том Что Манкикинг Очень и очень Богатый Все это просто 8-0 У него по моему Еще да Так и есть И скоро Годлайк Ни одной смерти Убивает Тут пугну По таврам По всей видимости Она еще долго Достаточно живет Но все таки Все таки Убивает Прилетает Нага Сирена С сосном Сразу же Отменяет его Пытается задержать Он не на это На месте Он не на это Должен падать Держит его Так же Еще до шаман Что до шамана Сбивает Правда касты По четверым Просто проходят Шарды Закрывают Всех Сноу кептейн Кроме легион Командерши Все умерли Ну и легионку Возвращают И тоже Должны убивать Это будет Фу Пайвнэн Тим Вайп В исполнении Команды Раз Ну что же Вот так вот Получается у нас Если в первой карте Очень сильно Доминировали Сноу кептейн Тут раз Показали Как бы зубы И Собирается По-моему Итим Тритавр Хотя уже Закончится экзорцизм Конечно И будет Сложновато Заходить На Т3 Возможно Они попытаются Ну и так же Нужно подметить То что Манкикин Первый раз У нас погиб Отдав Очень много Золота И потеряв Своё преимущество Весьма существенно И теперь Его уже Практически Догнала Ну ладно Ещё целую тысячу Но Пытается Догнать Диспрофит Возвращает У нас просто Ногу сирену Чтобы она Никого не зацепила И Спокойненько Себе Иритируются Так Ну а что же Собирается Предпринимать По этому поводу Форенкерзнов Кэплин Планируют ли они Какой-либо Камбэк Или всё-таки Удастся Рад Сравнять Счёт В данном Моменте Точнее За счёт Данного Игрового Момента Собственно Этого Фуллфайвмен Тимвайпа Или они лидируют На 4000 И у Рейскинга Есть Целый Радианс Который ему Или нет Стоп Стоп Наврал Он передумал Он делает не Радианс Он просто купил себе Блин Даггер Теперь будет Делать себе Блэйд Мэйл Вот так вот Решил без Радианса Играть Возможно это и правильно Если они собираются Заканчивать В ближайшие 5 минут Наверняка Блэйд Мэйл И блин Будет Как-то Посолиднее Смотреться Да и вообще Пополезнее Чем Радианс Что же В Смаке Пока что Отправляться На Саверийске Вместе с Таском Найдут они Здесь Пугну И Пугна Погибнет В очередной раз Это уже Между прочим Девятая смерть Для Пугны 2-9-4 Общий счет Ее составляет И это Очень плохой результат Для Мидлейнера Команды Фрэнк Рзнол Кэптейн Конечно же Не сравнить Это с той Багической Пугной В прошлой игре Которая Вообще Не знал Себе равных Ирия Достаточно Серьезно Опустили Ну вот Легионка Должна Найти Здесь Тускар И можно Даже Убить Ее Да Погибнет Тускар 100% Хотя Может И нет Слишком Рано Я это Сказал Сноубол Еще Успел Использовать И теперь Это Будет Проходить Урон Как раз Таки По Манкикингу Манкикингу Нужно Как-то Ударяться Отсюда Нага Сирена Спасает Его Своей Песни И он Уходит Ой 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 Только что Дес Профит Поражало Конечно Не очень Красиво Но Вот Они Используют Этот Момент Чтобы Не тратить Зря Экзорцизм Они решают Хотя бы Подратить Его На Рошана Ну И правильно Делают Поскольку Прыгнула Действительно Тускар Сбринкдаггера Нажала На Экзорцизм И все Улетели Да Неприятно Но Хотя бы Хотя бы С Рошаном Побыстрее Справиться Можно Может И так Легион Командерши Промикливают Здесь У ребенки Правда Нету Ни Блинка Ни Лотара Поэтому Не может Она Никак Состелить Здесь Аегис Мы это Прекрасно Понимаем Возможно Потому Состелить Рошана Копья Но В итоге Отошла Даже Не попробовала Это сделать 4000 Пока что Эфонулирует Нас Раз Ну Конечно Это не Такое Серьезное Преимущество Как Было Во Фор Энкорс Точнее Фор Энкорс В прошлой Игре Но Все Еще Убивает Манкикинг Здесь Скорее Всего Дезераптора Нет Дезераптор Спасается В последний Момент Гастом Накрывает Также Ультимативной Способностью Манкикинга Но Из-за Этого Собственно И умирает От Варда Пугны Погибает Также У нас Шелошаманы Поэтому Размениваются Пятерочка В пятерочку Пытаются Догнать Ускара Тускар Закатывается В Нагу Сирену И спокойненько Себе Отходит Накидывая Баунс Ируну Накидывая Урну Вернее На Нага Сирену Касается Ультам Нинайта Но Тут Не взять На самом деле Игроков Команды Раз Или Взять Слишком Рано Я это Сказал И через Пылы Все-таки Забирают Нинайта У нас В частности Метеор Хэммер Наги Сирены Здесь Сыграл Роль Пугна Явно Рейскинга Через секунду Будет Еще один Стан И будет Хоронить Рейскинг Так и происходит Ну и самого Рейскинга Еще имеется Утимативная Способность В любом случае Деспроф У нас тоже Погибает Но Вот Манки Кинга Манки Кинг Также добивает Нас и Тускара И тут Может Два раза Просто похоронить Рейскинга И вывести На самом деле Счет Уже В более приятное Положение Для Форенк Розноу Кэптейн Он прыгает Дальше И должен Должен Погибать На самом деле Здесь Рейскинг Дальше Используется Еще дуэль Вот Легион командерша Которая Она выигрывает Получает Свои Наконец Доходит До 24 Урона И Форенк Розноу Кэптейн Сделали Хамбэк Можно сказать Также Вот Манки Кинг Следует Дальше За Дезераптором Может Его даже И попытаться Убить Но Тут уже Присутствует Он Не найд И поэтому Нужно На этом Нужно Быть Поосторожнее Манки Кинг Какой же Он Жирный 13000 Нетворса И Сложный Убивать Но Все-таки Через Зуб Как Пытаются Что-то Одизель Больше Нет Он Просто Прожимает Телепорт И Улетает Да Манки Кинг Конечно Потанцевал Там С бубном Но По итогу Очень Хорошо Все Получилось Сбивать Легион Командерша Кар Телепорт И Регион Командер Погибли Ну Вот Так Вот Рассчитались Форенк Крзнол Кэптейн Со Своими Противниками Точнее Форенк Крзнол Кэптейн Конечно Со Своими Противниками За Минус Четыре Отдали Одну Регион Командершу Находят Тут Газ Профит И Очень Быстро Манки Кинг Выносит По ней Урон В 2000 Или Это Вроде Этого И Погибает Конечно Мид Теперь Лидирует Раз Казалось бы Недавно Они На 5 Или На 4 Тысячи Вели И Уже Никак Было Не Отыграться Возможно Даже Форенк Кэптейн Конечно Такого Разрыва Не Было Чтобы Никак Прям Не Отыграться Но Все Равно Достаточно Уверенны Ну Раз Ну А Теперь Форенк Кэптейн Даже Еще Один Тавр Возможно Снесут И Уже Будет Примуще Погал Девых Сторон Ускар Тут Конечно Не Поймать Он Блин Даггер Спокойно Ко Себе Поэтому Лесу Бегает Ставят Иллюзию Но Дорошана Еще Достаточно Долго И Кто Поднял А Гигель Светок И Не Проконтролировал Но Кто Б Не Понял Он Уже Потерял Пуг Сейвит Нага По Итогу От Кастов Противника И Наверное Будут Уходить Здесь Файвенкер Сноу Кэптейн Все Таки Пугна Пугна 300 Здоровья Они Дали Боже мой Бедная Пугна 11 Смерть Для Мид Лейнера Команды Файвенкер Сноу Кэптейн По Натворцам На Минуточку Он Уже Ниже Чем Свой Хартлайнер И Это Действительно Грустно Для Пугны Которые Обычно Хочется Иметь Приличненький Нетворц Чтобы Быть Чтобы Имеясь Много ХП Много Армора Переживать Все Возможно Даже БКБ Какое-то Ну а тут Ни о чем Таком Нельзя Говорить Вообще У нас По итогу Тобсон Работает Над Блинг Даггером Поскольку Ну Уже Нужно Хотя бы Что-то На Версативность Что-то На Утилизацию Своих Тихучих Способностей Покупать Поскольку На Жир Ты Уже Здесь Легионочку И должны Забирать Под экзорцизмом Очень быстро Она Погибает Манкикинг Правда В ответ Нужно Забрать У вас Вашего Керри Пока что Сбивается Только Ультимативная Способность Рейскинга Ну и дальше Будет По нему Проходить Урон Нужно Быть Поосторожнее Манкикингу Не имеется У него БКБ Все-таки На развороте Пытается Лайвстириться Но не Получается И погибает Манкикинг И нужно Ему Делать Байбек Если Он Хочет Сохранить Свою Базу Скорее Всего Байбек Тут Также Нага Сирена И остается В живых Только Что Шаман Мест Испуган Кстати Шаман Имеет Леону Утимативно Нет Не Имеет Так Было Возможно И попытался Добить Тетритавр Но Нет У него Такой Способности Нага Сирена Байбек Просто Давать Метеор Хэммер Отрезать Волну Как-то Потом Может Через Сон Попытаться Дезинициировать Но Пока Что Не похоже На то Что Она Сможет Слишком Много И сделать В данной Ситуации Пока Манкикинг Весыца Не хотят Байбек Отца На Манкикинге Я их Прекрасно Понимаю Все Таким Манкикинг Сейчас Имеет Огромное Преимущество Над Вражескими Корами И Отдавать Это Преимущество Это По сути Отдавать Игру Мы видим Да Нага сирена Просто Заслипала Всех Для того Чтобы Остановить Этот Пуш По итогу Даже Не потеряли Инны Здесь Тритавр Это Говорит Нам О том Что В принципе Они вышли Более Менее Сухим Из воды Будет Собирать Себе Дальше Шиву У нас Без Профит Ну Нужно Еще Тысячу Тысячу Пятьсот Золот Для Этого Легенки Кстати Практически Уже Имеется Блэймэл Долгожданный Не собирает Она Такие Себе Предметы На Инициацию Ни лотара Ни Блиндаггера Мы пока Что Не Видим Зато Как Нату Скара Влетает Шеду Шабан Блиндаггера И тут Уже Вместе С Макейкингом Его Будут Очень Быстро Убивать Что Тоже 13 на 2 Макейкинга 16 тысяч Имеется Также Общей ценности Очень Хорош Выглядит Потрясающе Ну и что Нага Сирена Отправляется На верхнюю Линию Как-то Подфармливает Возможно Метеор Хэммером Сейчас Забывает Вот мы Видим Метеоритом Под себя Просто Чтобы Зачистить Волну Как можно Быстрее Практически Имеется Грыжаная Металька В целом 6 тысяч Золота Нетворца Скорее Конечно Обходит На Несколько Тысяч Но Скоро Все Гораздо Интереснее Забирают У нас Тут Шеду Шамана По сути Разменялся Одну Треть Здоровья Тавра Не слишком Хороший Размен Явно И Возможно Пекс Больше Не будет Так Делать Мы Посмотрим Погнешь Оно Пойдет А возможно Как раз Таким Будет Пытаться Именно Так Выигрывать Поскольку Вот Этой Одной Треть Тавра Хватило Быть Для того Чтобы Добить Этот Треть Тавр На Топе Например Когда Можно Было Бы И По Шрайникам Пойти Но Но Нет Пока Что Не добрался До Топа У Шаман Уже Может Купить Сирену Грейженую Медальку Он Солар Крест Немного Приостановилось Играть Действительно Вот Кроме Этого Кила На Подушам Ане Видно Что Команды Ориентируются На Рошана Вич Гейминг Сигил Летает Собирается Нам Показывать Когда Камнеголовый Парень Появится Продолжен Заканчивается Назер Ворд Также Поставил Точно Для Этой Цели Чтобы Узнать Как Появится Рошан Ну и Да Рошана Стояние Типичный Случай Рошана Стояние По-моему В действии Но Пока Происходит Это Рошана Стояние Правда Там Очень Сильно Набирают Обороты Коры И Мы Понимаем Да Манки Кинг Уже Имеет БКБ Сашу Яшу Батулфури И Лотар В то Время Как У Рискинга Тоже Кстати Все Не Очень Плохо Но Горазно Меньше Все Таки На 5000 Золото Меньше Имеется Но Не Блин Даггер Бывает Мои Мои Стран И Армлет Действительно Манки Становится Каким То Зверем Полошала Пока Что Будет Все Рискинга Но Рипл Помогает Рискингу Освободиться От них Он Добивает Шамана И Параллельно С Этим Пускар Вместе С Дес Профит Убивают Угну Выпрыгивает Так Дес Профит Уз Деревьев А Тобсон Погибает 12 Раз 12 Фидов Как Говорится Ну Ну Мы Конечно Шутим Не то Что Мы Можно Это Назвать Фидом Просто Очень Плохую Позицию По итогу Заняла На Карте Мецед Но Не в данный Момент А в целом Из-за Того Что Вначале Очень Сильно Противник Мешал Играть По Центральному Коридору А от Тиммейтов Она Не дождалась Достойного Ответа Как Достойной Поддержки То Из-за Этого Как раз Таки Угна И отвалилась По этой Игре У нее Только Даггер Зерлендз И Вейлов Дискорд Это Действительно Не то Что Ты хочешь Смейть На своем Мидлейнер На Тридцатый На Секундочку Минутер Ну Ну Что Что Очень Быстро Порошанчик У нас Работает Рейс Кинг Вместе с Деспрофит Деспрофит Даже не тратит Сюда Экзорцизм Ну И не дерутся Похоже На то Что Или дерутся Все-таки Заходит Нага Сирена Под сном Ставится Кольцо Летит Также Метеор Хэмор Ну И Манки Кинг Должен Всех Просто Убивать Манки Кинг Ворует А Игас По итогу Рошан Отливает Рейдинг Но Это Не важно Воскрешается У нас Рейс Кинг Но Не воскресится У нас Точно Деспрофит Рейс Кинг Погибает Второй Раз Уже Успел Умереть Байбэк И прилететь Он Не найд Тем временем Ну А Манки Кинг Продолжает Погоню Погибает Где-то В другой Части Карты Тускара По итогу Нага Сирена Ограничиваются Все-таки Безраптором В этом Случае Манки Кинг Не стали Гнаться Дальше За Нашим Хиллером Не на этом И Татритавр Будет падать И наверное Даже Бараки Должны Здесь Падать Хотя Тускар Пытается Как-то Отрезать Воду С Мидлейна Но Все-таки Ребята Идут Как раз Таки По топу И уже С Айегисом На Манки Кинге 20 тысяч Нетворса Имея В кармане Пайвент Казнов Кептайн Такое впечатление Что Неостановимое Прыгает Легионка Дуэлит Пока что Таска Таска Приятнер Убьет Здесь Но и сама Не умирает Пока что Умни Найт Зато погибает И у него Нету Байбека 90 секунд Будет идти игра Без умни Найта И это точно На руку 5 Anchors Но Кептайн Несмотря на то Что у Манки Кинга Остается всего Лишь 900 Здоровья Есть 2500 У него Есть еще Айегис Поэтому Нечего Бояться Здесь Якорям Явно И они могут Отправляться В принципе Может даже И в медлейн Я не знаю Пока что Высасывают Здоровье У нас У Тускара Должны держать Его Так же Дальше Манки Кинг Будет его Убивать Пока что Летает Диулах Катится 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 На Шадоу Шамана И убивает Тускар Падает По итогу Манки Кинг Встает Саегиса Должны его Не отпускать Здесь Тускара Таки добили Отпустили Манки Кинг Конечно же Потому что Он поражал БКБ Легион Командер Станет Наверное Разменной Монетой Все таки В этом случае Ах Вот в чем Проблема Т2 Стоит В меде И конечно же Они не могут Переключиться На Т3 В ра Поскольку Т2 Стоит Действительно Печальный Момент Для команды Файл Крозного Кэптона Иначе В данном Случай Возможно Они бы Забрали Как минимум Т3 Вышку По итогу Ограничились Одной линией Ладно Линия Это тоже Достаточно Неплохо На 33 Минуте Это уже Не такой Ранний пуш Как мы видели В прошлой игре Но все еще Весьма неплохо И укрепляют Ребята Свои позиции В целом Накараться Посмотрим Смогут ли они Довести это дело До логического Конца Или все таки Раз в очередной Раз дадут отпор Раз в очередной Раз Да 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 Дадут отпор И смогут Перевернуть К игру Манкикинг Уже Дособирал себе Кирасу 700 Золото Имеется Сверху 17 На 2 Тем временем Нашего Кирил Точнее Не у нашего А у Кирил Пайвенкарс Ну Кептейн Я даже не знаю Что ему дальше Нужно здесь покупать Возможно Он просто Грейнет себя Шадоу Блейд Ну и в принципе Как говорится Прекратит Собирать предметы Уже И можно будет Заканчивать Игру Но сейчас Однозначно Нужно найти Какого-то Одного Двух героев Убить их по-быстрому Своим Макейкингом Благо Он это делать Точно умеет А потом И пройти По мидлейну Кушать И дальше Заканчивать Уже Забирая Очередную Люнию Бараков Тем временем Придет 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 Кто-то На Эту Нижнюю Линию По итогу Слишком Он хотел Зафармить Эту волну Крипов За что Он Поплатился Не Поплатился Кстати Монки Кенгу За то Что он Хотел Побегать По вражескому Лесу Но Пока Что Мы Видимо Он Собирается Нет Он Не Собирается Никуда Уходить Собирается Брать Балантеру По моему Здесь Вообще Нет Возвращают Его Нельзя Он Таки Балантер Но Это Неважно Закрывает В ульте Дезраптора Просто Всех Погибает Таким Монки Кинг Должна Погибать Здесь Легион Командерша И Дальше Можно Работать В принципе И по Ноги Сирени Востоке Остается В живых Только Учитывая То Что Шадо Шаман Погиб Где-то Полминуты До Этой Драки И Казалось Бы Франк Разнов Кэптейн Только Что Забрали Линию А Теперь Франк Разнов Кэптейн Погибли Вчетвером Качели У нас Продолжаются Можно Даже Посмотреть На Пэйвент Кэптейн Давит Пытаются Забрать Пугну Прямо Под Т4 Товарами Но Она Пока Что Живет Еще Ультимативную Способность Использует Половина Здоровья Уже Восстановилась Себе Погиб Тем Временем У нас Тускар Уже И Пугна Так И Выжила Убивают Все Так Здесь Он Не Найтов Пугну Так И Добил Рейс Кинг По Итогу Что Рейс Кинг Вместе С Деспрофит Пытаются Легион Командор Убить У них Это Получается Но Уже Скоро Скоро Будет Ресаться На самом Деле Манки Кинг И Уже Нужно Отходить Вполне Возможно Экзорцизм Ну Еще Секунд Десять Получается И Имеется На Экзорцизме Поэтому Можно Давить Дальше И Забирают Первую Линию Свою Раз Даже Вернемся Графиком Доказал Раз Два Раз Два Понимаете О чем Я говорю То есть Сложно Предугадать Тут уже Исход Этой Битвы Финальной И Только Второй Карты Исход Серии Вообще Невозможно Предугадать Вообще У нас Сегодняшний Игровой День Полон Сюрприз Сюрпризов И Для кого То Явно Разочарований Возможно Для Фанатов Команды ИЧИ Зет Например Вот Но В целом Интересные Игры Получаются Команды Впечатление Такое Что все Таки Одного Уровня И Поэтому Достаточно Насыщенные Игры Выходят И Никогда Непонятно Кто Возьмет Вверх В третьей Карте 37 Минута Тем временем Пошла Мы уже Движемся К отметке 40 минут Ну и Тут Мне кажется Все будет Решать Одна Две Драки Скорее Всего Одна Если Подпустить Вот этих Вот Ребят Из Раас К Своей Базе То Они Снесут Ее Просто Моментально Конечно Если Например Где-то В Миде Вот Сейчас Произошла Драка И Поумирали Б Б Зачем То Дэк Зашла Б Нажала На Экзорцизм И Не Стала Б Трона Условно Говоря Так что Нельзя Нельзя Позволять Раз Это Сделать Практически Имеется Байбэк У нас Соманкикинга Сейчас Он Будет Иметься Так что Вряд ли Он Будет Покупать Баттерфляй В данной Ситуации Когда Драка Все Решает Ну Да и Баттерфляй Ему Еще Долго Явно Ради Какого-то Талисманщика Он Не Будет Выкидывать Лотар Свой Пока Что Под Песни Наги Сирены Славили Рейтскин Славили Дэс Профит Пошел Метеор Хэмер Метеор Хэмер Неточный Прожимает БКБ По итогу Дэс Профит Сейвит Ее Также Тускар Дуэль По итогу Никуда Рейтскинг Должен погибать Как минимум Первый раз Но перед этим Успевает Убить Таких Шадо Шамана Пока что Идет дуэль Между Манкикингом И Рейтскингом Выигрывает Явно Рейтскинг Несмотря На то Что погибает Первый раз Потом Он Конечно Встает С ультимативной Спасобностью Уже Минус Три Восполнение Вот раз И у Файвайн Крызнул Кэптен Остается Только Пугна И Нага Сирена Вживых Но Нага Сирена Ненадолго Остается Вживых Мы все Это прекрасно Понимаем Что Дес Профит Сейчас Под своим Даггером Будет прыгать А даже Не пришлось Использовать Даггер Просто Экзорцизм Добыл Добычу Добил Нагу Сирену Ну И Пугна Здесь Тоже Будет Умирать Это Будет Минус 5 И Скорее Всего Деггер Для Команды Пайвайн Крызнул Кэты Но Еще Не факт Еще Посмотрим Возможно Еще Как-то Защитятся Все Таким Фина У нас В данном Случае Что Ж Дес Профит Нету Экзорцизма Нету БКБ Пока Что Но БКБ Практически Уже Удаунилась Шива То же Самое Можно Все Равно Идти Несмотря На То Что Слишком Быстро Атаковать По зданиям Вы Не будете Понимают Они Что Трон Уже Не Успевают Как раз Таки Из-за Того Что Экзорцизма Нету Поэтому По Верхней Линии Но И Верхней Линии Обыск Гораздо Успешнее Ну Правда Они Могут Тут И На Нижнюю Линию Прийти И Тогда Уже У Файбэн Кразноу Кептейн Не будет Никакого Шанса Якоря Будет Вправляться В третью Карту Пока Что Идет Глиф Воскрешается У нас Мангет Через 18 Секунд Мы Понимаем Что Ему Скорее Всего Придется Делать Байбэк Да Он Делает Байбэк Погибает Сразу Ж Шадо Шаман Как только Выходит С базы Идет Песня Ноги Сирены Но Пускар Здесь Под БКБ Просто Номинает Противника По итогу Легионку Просто Отгородили От всего Погибает У нас Времене Молни Найт Погибает Также Тускар Кстати На самом деле Файбэн Кразноу Кэты Могут Здесь Переворот Сделать Но Все таки Врейс Кинг Слишком Силеный Врейс Кинг Под Моллифайером Изничтожает После Байбэка У нас Не на этом Летят Уже Сюда На Травелах Ну Точнее Не на этом Бежит Еще Далеко Ему Должны Добивать Здесь И пугну Под Моллифайером Так Оно И Происходит Да Ну И Все Геймбал Плейт Пишет По итогу Монки Кинг Пайвэн Кразноу Кэптэн Признают Своим Поражением Ну А Раз В то же Время Сравнивают Счет Этой Серии Он Становится 1 1 Соответственно Ух Напряженная Действительно Карта Лютые Качели У нас Были На протяжении Все игры Мы Надеемся Что Третья Карта Будет Настолько Же Интересной А вы Никуда Далеко Не Разбегайтесь Через 5-10 Минут Мы Вернемся К просмотру Качественной Доты 2